Вот приехали сюда, сейчас часа два здесь будем стоять. Это что, отказываться будем? Будем отказываться от их телефонов. Что это такое издевательство? На работу люди торопятся. Кто крайний или вы за кем? С утра и до вечера это самый распространенный вопрос в одной из точек оплаты по системе «Город» на улице Терешковой, 257. Огромная вереница людей ожидает своей очереди, чтобы внести коммунальные и интернет-платежи. Многие спешат на работу, а кто-то простаивает, ожидая своего часа вместе с маленькими детьми. Я не знал ни уведомлений, никаких сообщений. И сразу поставили сюда. А здесь люди говорят, что уже стоят. Буквально уже вчера была очень большая толпа здесь. Сейчас видно какие-то неудобства какие-то. Такой форс-мажор доставляет неудобства и работникам офиса оплаты. Кассирам приходится справляться с большим потоком людей буквально в режиме нон-стоп. Тяжело работать в таком режиме, когда очень много народу? Конечно, очень тяжело. Ко нам, по-моему, видно. На обед время есть? Нет. Не буду говорить, что много. Почти нет. А суть проблемы в том, что компания «Транстелеком» стала правоприемником компании «Телесот», о чем, собственно, и говорится на обратной стороне каждого коммунального квитка. В этой связи и образовались временные неудобства, которые носят чисто организационный характер. Чтобы выяснить, когда все прекратится и люди снова смогут комфортно платить за коммунальные услуги, мы обратились в пресс-службу компании «Транстелеком». И вот, что они нам ответили. Мы оповестили всех абонентов, обзвонили и сообщили о том, что отложить оплату. То есть, услуга не будет отключена, если они оплатятся через неделю или позже. Во-вторых, мы выделили дополнительных сотрудников в офисе. Кроме того, в компании «Транстелеком» заверили, что до конца недели проблема будет решена, и точки оплаты снова будут работать в различных районах города. Иван Бер, Вадим Нечаев. Наше время.